Доброго времени суток, господа! Друзья, имею честь предложить ваше внимание к рассмотрению сцентиляционный радиометр поисковый SRP6801 серийный номер прибора 175175 год выпуска 1986 Итак, друзья, в комплекте поставки будет идти непосредственно сам радиометр SRP6801 который мы сейчас и протестируем а также телефоны головные типа TG7M а попросту говоря наушники с двумя ушами тканевым оголовьем и вот таким вот штекером для подключения данных телефонов к пульту прибора ремень тканевый с металлическими карабинами вот такой вот ремень для ношения прибора деревянный ящик для транспортировки прибора к сожалению, в силу громоздкости деревянный ящик в кадре не демонстрируется но если он вам необходим, он будет в комплекте поставки ну и непосредственно сам радиометр SRP6801 который мы сейчас и протестируем а также документация в полном комплекте в электронном виде а именно паспорт для данного прибора инструкция по эксплуатации и альбом сборочных схем, чертежи и перечни элементов это что касается комплектации поставки комплекта поставки друзья, давайте теперь перейдем к тесту роботоспособности устройства включаем прибор судя по отклонению стрелки микроамперметра и система питания в норме я сейчас немножко смещу для того, чтобы световое пятно расположенное по центру кадра не мешало вам считывать показания судя по отклонению стрелки микроамперметра питания в норме, потому что стрелка стремится к крайнему правому концу диапазона стрелочного микроамперметра поэтому можно переходить в режим измерения первый у нас режим 2.5 2.5 это режим экспресс анализа измеряемого объекта Здесь можно производить измерения в течение 2,5 секунд. Именно в это время прибор усредняет показания. Постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам. Относительно погрешности, наблюдаемой в режиме 2,5, можно сказать, что эта погрешность будет больше, нежели в режиме 5, что обусловлено тем, что время измерения в режиме 2,5 ровно в два раза меньше, нежели в режиме 5. Данный режим предназначен для экспресс-анализа измеряемого объекта либо территории. Как вы видите по показаниям стрелочного микроэмперметра, радиационный фон в месте проведения видеосъемки, поскольку в блок детектирования источники ионизирующих излучений не укнут и колеблется около отметки 12-14 микроэнген в час. Такой радиационный фон сейчас происходит в месте проведения видеосъемки. Друзья, переведем радиометр в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется уже 5 секундам. Этот режим предназначен для более тщательного анализа измеряемого объекта. Обращаю ваше внимание, что в данном режиме нельзя достаточно часто измерять объекты, потому что нужно выдерживать время измерения. Оно должно быть кратно 5 секундам, не менее. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Теперь смотрим за показаниями стрелочного амперметра. Абсолютно точно такой же фон, как и в режиме 2,5 мы наблюдаем в режиме 5. Что естественно, поскольку радиационный фон является величиной с некоторыми оговорками, в данном случае константой. Вот поэтому, что в режиме 2,5, что в режиме 5, прибор должен показывать идентичные значения, что мы и наблюдаем. Вот порядка 12, в данном случае 14 микроэнген в час. Такой радиационный фон сейчас время проведения съемки данного видеоролика. Друзья, относительно погрешности. Погрешность в режиме 5 будет несколько меньше, нежели в режиме 2,5. Это обусловлено тем, что в режиме 5 время интегрирования 5 секунд, ровно в 2 раза больше, нежели в режиме 2,5. Поэтому, если вам нужно получить точные значения, пожалуйста, используйте режим 5. Он для этого и предназначен. Это режим для поиска и измерения при меньшей погрешности, то есть с большей вероятностью. Теперь, друзья, перейдем в режим 5В. В режиме 5В контролируется питание, подаваемое на блок детектирования. При этом вся шкала принимается за 10 вольт. Соответственно, положению 5 вольт будет соответствовать среднее положение стрелки стрелочного микроэмперметра. Как вы видите, стрелка становится ровно на середину под диапазон. Если смотреть по верхней шкале от 0 до 100, то мы получаем среднее положение стрелки между отметками 40 и 60, то есть ровно на 50. То есть здесь идеально все соблюдено. Ровно на 5 вольт подается на блок детектирования. Друзья, давайте перейдем в радиометр режим 5, либо режим 2,5. Для нас это несущественно, поскольку радиационный фон является здесь одним и тем же самым. Мы не меняем место дислокации. И проверим срабатывание или работоспособность телефонов головных путем их подключения. Подключаем телефоны головные типа ТГ-7М. Так, подключили мы. Подносим к микрофону видеокамеры. И я замолкаю на 5 минут. 5 секунд. Надеюсь, вам был слышен характерный треск, который свидетельствует в следующем, что и телефоны головные типа ТГ-7М и гнездо для их подключения абсолютно работоспособны. Друзья, если вы присмотритесь в левом углу, вы можете на пульте найти кнопку контроля, которая занимается тем, что производит самодиагностику прибора. Давайте зажмем данную кнопку. При нажатии на эту кнопку показания прибора, динамика их отклонения от стрелки микроамперметра не должна меняться. Вот здесь я его достаточно сильно прижимаю. Видите белизну на ногтевой пластине. Вот показания прибора абсолютно идентичны тем, что при отжатом состоянии. То есть нажимаю, отжимаю. Если показания прибора при нажатии на кнопку контроля падают или же изменяются достаточно сильно, это свидетельствует в том, что прибор самодиагностику не проходит и такой прибор требует ремонта. Теперь проверим работоспособность прибора на контрольном источнике. В качестве контрольного источника я использую компас Адриана. Вот такой вот компас со светомассой постоянного действия. Приближая данный компас к блоку детектирования, мы увидим, что показания увеличиваются. Если я прислоню, то на первом поддиапазоне у нас будет зашкал. Даже если убрать его за корпус, показания будут возвращаться к фоновым порядка 12-14 микроэнген в час. Но как только я его вытащу, прибор среагирует на данный источник ионизирующего излучения. Таким образом мы проверили и на источник ионизирующего излучения. Друзья, посмотрели мы все основные режимы работы прибора. Режим BAT, режим 2,5, 5, 5 вольт. Посмотрели срабатывание на самодиагностику, кнопку контроля, наушники головные и ТГ-7М проверили. Контрольный источник тоже. Теперь можно выключать прибор и переходить к осмотру внешнего состояния прибора. Друзья, как вы видите, лакокрасочное покрытие находится в отличном состоянии. Ручки переключения поддиапазонов и ручки переключения режимов, сколов, механических повреждений и каких-либо иных других повреждений не имеют. Вид сбоку. Тоже лакокрасочное покрытие есть на всей поверхности прибора. Вид снизу. Обращаю ваше внимание, есть 4 резиновые ножки, которые свидетельствуют о том, что прибором не пользуются. Поскольку при использовании прибора эти элементы, 4 ножки, они отлетают одним из самых первых. И вид со стороны шильдика. Еще раз повторю, серийный номер прибора. Номер прибора 175, год выпуска 1986. Вот такое вот состояние со стороны шильдика. Вот. Теперь смотрим контрольный источник. Контрольный источник есть в наличии. Демонстрирую. Есть заводская пломба. Раз, с одной стороны. Есть заводская пломба с второй стороны. Коль со второй стороны мы смотрим, смотрим на крышку батарейного отсека. Она находится в идеальном состоянии. Каких-либо признаков коррозии и иных-либо процессов нет. Лакокрасочное покрытие присутствует. Теперь давайте по шнуру пройдемся. Шнур выгибаем по всей длине, пытаясь найти какие-то огрехи, возможно трещины. Здесь ничего нет. Резина шнура находится в идеальном состоянии. По шнуру приходим к блоку детектирования. Блок детектирования выполнен в виде телескопической рукояти. И его состояние тоже идеальное. Прошу посмотреть. Есть защитный резиновый колпак. Друзья, вот такой вот радиометр SRP6801 предлагается вам ко вниманию. Если вас заинтересовал данный прибор, контактируйте со мной. Контакты вы можете найти в описании к данному видеоролику. Всех остальных я благодарю за внимание. Всех вам благ и удачи. И до новых встреч, господа.